МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тема дня – международный независимый фестиваль киноликбез, который открылся сегодня в кинозале премьера. Нас ждет еще 4 дня авторского кинобуйства. И напишем об этом, и покажем. Здравствуйте, с вами Наталья Николенкова, обычный читатель газет. В качестве не столько самой пиара, сколько пиара наших новостей и программы нам пишут. В сегодняшнем московском комсомольце читайте интервью Анны Барабаш с Натальей Николенковой. О том, какие люди и попугаи работают на Короленко-63. Звукооператор Павел Сергеевич Смирнов, оператор Алексей Качеев по кличке Борода, всегда улыбчивый телеведущий Кирилл Политов, слегка готичная Галя Юмашева, Юрий Борлис, который умеет действительно нескучно рассказать о спорте. И даже суровый режиссер Денис Гладышев оказался не таким суровым. А Юлия Годара вообще моя, мой хороший старинный друг. Строгий Стас Тетерятник, красавцы-операторы, одна из лучших пиар-менеджеров Барнаула Настя Куркова и, конечно, главный редактор наших новостей Михаил Гундарин, без которого тут ничего бы не стояло. Пишут московские комсомолицы о том, как отбирались кандидаты в факелоносцы, которые понесут олимпийский огонь к зимним олимпийским играм. Среди 14 тысяч россиян будут и жители Алтайского края. Здесь и конюх, и комбайнер, слесарь, ремонтник, учитель физики, врач и теперь уже знаменитая солистка Театра мускомедии Виктория Гальцева. В номере интервью с одним из счастливчиков, капитаном полиции Николаем Григоровым. Комсомольская правда, как всегда, отдает должное социальным проблемам. В рубрике «Спроси у комсомолки» ищите ответы на вопросы. Сколько будет стоить билет на электричку для студентов и школьников? Может ли пенсия быть ниже прожиточного минимума? Кому жаловаться на качество услуг интернета? Что такое аттестация рабочих мест и где ребенку отдохнуть летом? В свежем номере аргументов и фактов отмечу интервью Елены Чеховой с легендарным бурнаульским фотографом Борисом Брязгином. Мне, кстати, посчастливилось работать с ним в «Младежи Алтая». Борис Петрович снимал и первых лиц государства – Брежнева, Горбачева, Ельцина, и космонавта Лазарева, и, что называется, простых людей. Композицию его снимков оценивали даже профессиональные художники. А уж истории жизни у Брязгина не перерасскажешь. Здоровья вам, Борис Петрович! Киноликбез уже в Бурнауле. Хороший повод на время оторваться от чтения газет. Увидимся в пятницу. Счастливенько. Целую. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова